Это новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! В этом выпуске Турция начинает военную операцию. Нахичевам был подчеркнут в разговоре Алиев Эрдоган. Любой статус в составе Азербайджана неприемлем. Арабский мир не позволит Эрдогану возродить Османскую империю. Первый центр Армат открылся в Цалинском районе Джавахка. Исторические места Западной Армении и Красный монастырь Нахичевани. Жители Дирсима будут бороться против буровых работ в их районе. В Хаттайе Западная Армения прошла неделя, посвященная кухне Киликии. Какие обряды и религиозные памятники строили наши предки Сириканян. После трехсторонней встречи в Брюсселе Алиев позвонил Эрдогану и представил результаты. Он подчеркнул, что достигнута договоренность об открытии Зангизурского коридора. Баку подписал с Ираном соглашение об открытии коридора с Нахичеванью. Баку настаивает на Зангизурском внешнетерриториальном коридоре. И причина тому не только в реализации соответствующего пункта заявления от 9 ноября. Проблема шире и связана с возобновлением московско-карских русско-турецких соглашений 1921 года. Их законный срок истек, что послужило причиной российско-турецкого шествия 2020 года против Армении. В свою очередь, проблемы Карса и других оккупированных территорий Армении остаются открытыми для Турции, поскольку Лозанский договор юридически недействителен. По этому соглашению Карс был признан Турцией. Этот вопрос о границах был возможностью объединить все проблемы Армении и получить сильную позицию, по крайней мере, в вопросах безопасности Арцаха, статуса и возвращения беженцев. Отношение властей Республики Арцах к заявлениям о судьбе Арцаха в ведущихся переговорах неоднократно выражалось президентом и национальным собранием. Напомним, некоторые положения, опубликованные президентом Арутюняном в декабре 2021 года. Полное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит никаким уступкам. Международное признание независимости Республики Арцах остается ориентиром властей. Любой статус в составе Азербайджана неприемлем. Возврат к прошлому не только в статусном, но и в демографическом плане недопустим. Перед Республикой Арцах стоит задача восстановить свою территориальную целостность. Правительство Арцах строит и реализует декларацию о независимости Республики Арцах в соответствии с основным законом, сотрудничая со всеми партнерами. Турция представляет большую угрозу для региона. Об этом сообщил Рамизу Худи, эксперт одного из аналитических центров Египта. «Мы многое потеряли во время Османской империи. Мы не хотим возрождения Османской империи», – сказал он. По его словам, Турция до сих пор сотрудничает с террористическими организациями, такими как Джахбат Нусра, Исламское государство. Он отметил, что участие Турции в сирийском кризисе в последние годы показывает, что Анкара хочет превратить весь Ближний Восток в свою сферу влияния. Это преступление – попытка изменить демографию региона. Они пытаются тюркизировать север Сирии. Независимо от позиций арабских стран по этому вопросу «Турецкая экспансия в этом регионе представляет большую опасность. Арабский мир никогда не позволит Эрдогану создать Османскую империю», – подчеркнул он. Как сообщает Армен Пресс, программа «Основание Армат» в селе Озни была реализована при финансовой поддержке фонда «Поддержка Джавахка» фонда Семи Овнанян благотворителя Разми Кабликиана. По словам исполнительного директора фонда «Поддержка Джавахка» Самвела Макояна, фонд передает большое значение развитию сферы информационных технологий. С этой целью в 2018 году при финансировании отдельных благотворителей организаций привезло в Джавах проект «Армат». Цель программы – способствовать развитию технологического образования, дополнительной экономической деятельности и созданию рабочих мест. Разрушенный армянский апостольский монастырь Святого Степаноса был построен в селе Астапат на Хичеванской автономной республике, ныне входящей в состав Азербайджанской республики, на левом берегу реки Аракс. Монастырь был известен под несколькими названиями – Святой Степанос, Кармир монастырь, Каратакский монастырь, Астапатский монастырь. До перехода в Азербайджан он располагался в селе Астапат на Хичеванской губернии, Воспураканской губернии, Великой Армении, Западной Армении. Монастырь был одним из немногих памятников, который был измерен и представлен в досоветской профессиональной литературе. Расположенный в бассейне Верховного Ефрата Дерсим является самым богатым по минеральным ресурсам штатам Западной Армении, где каждый день бурятся новые рудники. В Дерсиме уже существует 145 горнодобывающих проектов, и теперь вся 60-километровая территория гор Монзур объявлена районом добычи полезных ископаемых. Аналогичная программа реализуется в селе Отлубахче в провинции Дерсим, против чего глава села выступил с письменным заявлением, в котором говорится, «Согласно полученным известиям, скоро к нам в село приедет строительная компания со строительной техникой, чтобы снова начать копать, но мы не позволим это им сделать». В рамках недели кухни Киликиев-Хаттая, входящим в сеть гастрономических городов ЮНЕСКО, была представлена программа презентации традиционных закусок. С 21 по 27 мая во время недели кухни Киликии в разных провинциях подают разные блюда. Гости в целом довольны и проявляют большой интерес к армянской кухне. Напомним, что регионы Западной Армении, помимо всех своих исторических богатств, обладают еще и богатой кухней. На своей странице в Фейсбук написал исследователь исторических материалов Хажак Сериканян, какие ритуальные памятники строили наши предки. Мегалитические сооружения – это древние гробницы или культовые сооружения из крупных камней с грубо обработанной поверхностью. Мегалитические сооружения в основном относятся к эпохе аналита бронзы. Они также широко распространены в разных частях армянского Нагоря, и они увеличиваются день от дня в результате раскопок. Упоминаем некоторые из этих памятников. Кромлех, который является типом мегалитического сооружения эпохи неолита, в основном бронзового века. Камень дракона, который является мегалитическим памятником. Менгир – культовый памятник, посвященный памяти наших предков. Далее для вас армянская народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok